С большим удовольствием хочу представить Алису Доценко, Людмилу Доценко, Софию Горничо и Полину Флори. И помогал им Никита Гэнкул, который самый взрослый, самый сильный. Добро пожаловать в телемгази, девчонки и Никита. Ну, для начала хотелось бы, конечно же, сказать, что вы просто такие крутые, вы такое вытворяете. Насколько я понимаю, вы все профессиональные спортсмены. Вы не просто делаете шоу, но и, помимо этого, ходите на тренировки. Давайте я вам дам микрофончики, для того, чтобы вы рассказали о том, как вообще вы, в принципе, ежедневно проводите свое время. Давайте мы берем микрофончики, раздаем микрофончики, вот так вот. И рассказываем, как вы вообще пришли в акробатику, почему решили выбрать этот красивый, но довольно, насколько я знаю, сложный вид спорта. Кто будет отвечать? Кто первый пришел из вас в акробатику? Кто тренируется больше всех? Я. Ты больше всех, да, тренируешься? Сколько времени уже тренируешься? Шесть лет. Шесть лет, а тебе сейчас сколько? Одиннадцать. Ты, получается, с пяти лет уже ходишь на акробатику, да? Тебя родители привели, или ты сама захотела, вот сказала, что я хочу туда ходить? Изначально я ходила на художественную гимнастику, но потом мы все-таки решили перейти на акробатику. Чем тебе больше акробатика, кстати, понравилась, вот отличие от художественной гимнастики? Ну, потому что на художественной гимнастике почти два года мы делали одно и то же, а на акробатике каждый год мы учим новые элементы. Разнообразие, да? Хорошо. А как часто вы тренируетесь? Расскажите, вот, как неделя ваша расписана? Вот, допустим, это три раза в неделю, это ежедневные тренировки? Мы тренируемся каждый день. Три-четыре часа. Три-четыре часа в день? Да, минимум вот трех и уже... Так, хорошо, получается, вы большую часть своего свободного времени проводите в спортивном зале специальном, да, где вы проводите все эти элементы. Здесь у нас такой мягкий настил, как вы там тренируетесь? У вас специальные маты есть? Часто ли вы травмируетесь, Никита? Бывают ли какие-то, может быть, падения неприятные? У нас маты, и падения бывают, но они незначительные. То есть травм у нас, сколько мы работаем вместе, у нас не было ни одной травмы. Ну, в принципе, тренировочный процесс понятен. Это, конечно, усиленные тренировки, это большое количество времени с тренером. Почему вы решили поехать на шоу талантов в Румынию? Кто вас на это сподвиг? Кто вам предложил отправиться в Румынию, показать то, на что вы способны? Ну, нашему тренеру пришло приглашение, и мы как вместе собрались и решили уже поехать. Мы изначально не готовили номер, и вот за месяц поставили то, что мы видели. Переживали? Расскажите, когда вы туда приехали, вот был съемочный процесс, жюри вас должно было за вами наблюдать, зрители наверняка. Вот переживали вы, либо все-таки вы уже такие закаленные спортсменки, и, в принципе, для вас это было повседневно-обычное жюри. Я только чуть-чуть переживала, не знаю, как другие, но я немножко переживала. Чуть-чуть переживала, да? Насколько я понимаю, вы сам номер сколько времени готовили? Один месяц, да, буквально? Ну, я бы хотел, чтобы вы мне показали хотя бы один элемент, который, может быть, я бы смог выучить. Допустим, самый простой элемент, с которого начинается акробатика. Ты мне покажешь, да? Давай, покажи. Я тебе честно скажу, что у меня с растяжкой очень плохо. Покажи мне что-нибудь простое. Давайте без растяжки. Давай, покажи мне что-нибудь такое, чтобы я мог повторить. Так. О, это я легко могу сделать. Главное потом подняться. Так, просто кувырок, да, и вперед. Хоп. И все. В принципе, все получилось. Я жив и здоров. Хорошо, расскажите мне, чем вы еще занимаетесь, помимо акробатики? Потому что, в принципе, 3-4 часа в день – это довольно много времени вы тратите на тренировки. А вот когда тренировка заканчивается, чем вы занимаетесь? Вот расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься после тренировки? После тренировки я сразу же прихожу домой, делаю уроки и больше почти ничего не успеваю. А как же Facebook, TikTok и все остальные социальные сети? Ну, только в воскресенье. По выходным дням, да? Да, да. Что ты хотела добавить? У тебя есть еще какие-то занятия, да? Возьми микрофончик. Да. Один час я просто снимаю в TikTok. Ага, все. Кстати, надо подписаться быть на тебя. Там наверняка огромное количество подписчиков и просмотров, да? Ты показываешь различные элементы, которые ты делаешь на акробатике, да? Да, и элементы, и танцы. И иногда я там что-то говорю. Что ты... Рассказываешь что-то, да? Расскажи, чем ты занимаешься? Я после тренировки иду заниматься, танцевать. Ты еще и танцуешь помимо акробатики. А тебе танцы помогают в спорте? Либо наоборот, может быть, спорт помогает в танцах, потому что ты имеешь какую-то же форму? Танцы помогают. Танцы помогают, да? А ты тоже чем-то еще занимаешься, да, помимо тренировок? Да, мы тоже с Полиной, с Люсей и с Соней занимаемся танцами. Всегда вот после акробатики мы сразу же едем на танцы. Это бальные танцы или какие-то, может быть, современные? Хип-хоп и контент. Никита, ну и пришла твоя очередь. Сказать, как будто ты... Ну, ты уже взрослый парень, девочки наверняка интересуют тебя. Вот, как ты совмещаешь тренировки и сколько времени ты уделяешь тренировкам? И почему акробатика пришла в твою жизнь? Ну, я с детства, шести лет занимался танцами. И занимался до шести лет, десять лет получается. И один раз пришел на чемпионат и увидел, как мальчики прыгают, там, сальто. Ну, это эффектно, да? Еще что-то, да. Я такой, типа, о, тоже хочу, классно. И вот после этого начал уделять время акробатике. И уже как два года занимаюсь этим видом спорта, и времени очень много он занимает. Слушай, я смотрю даже сейчас на видео, как ты ловишь девочек, это довольно ответственная у тебя миссия. Вроде бы, кажется, они такие маленькие, ты такой взрослый, накаченный. Но тебе, на тебя, возможно, одна из самых главных миссий поймать девочку. Не уронить. Не уронить, для того, чтобы ребенок не травмировался. Насколько для тебя это сложно? Долго ли ты тренировался для того, чтобы быть именно ассистентом? Ну, вот первое время я очень сильно переживал, чтобы не сделать больно, когда ловлю, не сильно хватать и еще что-то. А со временем приходит опыт, и уже проще, проще становится. То есть все-таки дело больше в силе, либо есть какие-то элементы, может быть, какая-то, ну, есть какая-то хитрость, которую, может быть, мы не знаем, благодаря которой с вами вот эти вот элементы становятся более простыми. Потому что, ну, даже, ну, девочки довольно у нас маленькие, но, тем не менее, вес есть. И когда ты этот вес должен словить, это довольно сложно, мне кажется, физически. Дело больше не в силе. Тут есть специальное положение, как строение тела, и оно упрощает эту задачу. Техника имеет значение, да? Если ты правильно следиваешь по технике, то это не так сложно, как кажется на самом деле. Ну, я понимаю, что телевизионное шоу, различные конкурсы, вот телевизионные, это не основная часть вашей жизни. В основном вы готовитесь для каких-то соревнований, да? Вот ваша цель, она наверняка состоит в чем-то еще, да? Помимо того, что просто прославиться в ТикТоке, в социальных сетях и на телевидении. Расскажите, какая ваша основная цель? Может быть, вы хотите стать чемпионами на каких-то соревнованиях? А то чем вы мечтаете? Я мечтаю стать чемпионкой мира, и я хочу стать тренером акробатикой и гимнастикой. Ты возьмешь меня, если что, я буду у тебя ходить в группу, ну и для самых таких взрослых уже, акробаток, несостоявшихся. Я помимо кувырка еще что-то научу сделать. Хорошо, а вы мечтаете о чем, девочки? Я тоже мечтаю стать чемпионкой мира по танцам и по акробатике, и когда я вырасту, я, наверное, буду преподавать акробатику, и танцы. Смотрите, как все, и танцы, и акробатика. Ты тоже, наверное, о чем-то мечтаешь. Ну, расскажи. Я стану, хочу стать ветеринаром и хочу заниматься. А, ветеринар, ты будешь зверюшек лечить. Смотри, какая умничка. Ну, и мы расскажем тоже, что ты хотела бы в будущем достичь. Чего? Каких высот? Ну, в будущем я хочу стать известной. В мире спорта или в мире социальных сетей? В мире спорта. В мире спорта, да? Да. Тоже мечтаешь стать тренером, либо все-таки достичь какого-то результата именно своего, чтобы стать чемпионкой? Ну, да, скорее своего. Я вам искренне желаю, чтобы все у вас получилось. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Да, в этих, может быть, не совсем легких условиях вы все-таки показали свой номер, которым вы удивили жюри на телевизионном шоу в Румынии. Чтобы вы чаще могли заниматься тем, что вы любите, вот вам большое количество поклонников, подписчиков и, конечно, спортивных результатов. Спасибо огромное. Спасибо.